всем привет меня зовут федор васильев вчера у нас обновилась компонент гритбокс до версии 223 и давайте в этом видео рассмотрим что сегодня интересного у нас в гритбокс первое обновление появилась возможность загружать собственные шрифты то есть не только использовать google fonts но и абсолютно свои шрифты которые можно скачать на просторах интернета давайте посмотрим можно перейти вот на такой вот сайт font-online.ru здесь в категории перейти русские шрифты но если у вас сайт русскоязычный я шрифт уже скачал то есть вот этот шрифт мне понравился вот этот вот то есть вы можете здесь выбрать какой-то для себя шрифт если вы этот сайт еще не знали кликнуть по заголовку шрифта и здесь сам внизу здесь ввести капчу да и скачать шрифт шрифты поддерживаются вот таких вот расширений смотрите вов ttf svg и от и от f то есть у меня формат от f как установить непосредственно в grid box наш выбранный шрифт в админке grid box мы переходим с вами тема в всплывающем окне выбираем типография то есть для каких элементов мы будем менять шрифт в списке выбираем параграф то есть вот я подготовил текст сейчас вы видите здесь написано привет мир сейчас на нем будем экспериментировать ну кстати вот здесь вот внизу в цветных боксах шрифт тоже изменится это тоже у нас параграф возвращаемся тема здесь параграф выбран шрифт кликаем по шрифту его здесь появился иконочка для загрузки собственных шрифтов кликаем по иконочке можно прописать заголовок нашего шрифта то есть я прямо с сайта могу просто скопировать название шрифта прописать его здесь дальше второе поле мы кликаем по иконочке из компьютера а выбираем на шрифт вот вы видите он от f нажимаю открыть болт придает жирность ну вот возьму на 700 болт появляется кнопка сохранить нажимаем сохранить он тут же появляется вот здесь в списке вверху мы видим по дизайну шрифта что это именно тот шрифт далее чтобы применить данный шрифт мы кликаем вот на эту кнопочку а с галочкой и вы видите моментально у нас меняются шрифты то есть меняется здесь ну и везде где используется параграф следующее обновление которые ждали все которые ждал лично я и это очень не хватало grid box это собственная ширина макета сайта то есть сейчас наш сайт растянут растянут во всю ширину браузера кому-то это подходит кому-то нет переходим с вами на вкладку сайт переходим макет и вот здесь у нас вверху появляется опция для смены ширины каркаса если вы сейчас еще не понимаете о чем идет речь давайте посмотрим у меня сейчас стоит 1700 я ставлю ширина 1000 нажимаю галочку и мы ничего с вами не увидим потому что у нас задано у всех блоков растягивать блоки давайте зайдем в верхний блок где у нас меню зайдем в карандаш и основные параметры по ширине экрана снимаем галочку и тут же у нас сокращается блок именно на тысячу соответственно если вы хотите сменить каркас у всего сайта если он у вас до этого был задан во всю ширину вы также проделать эту операцию для всех блоков остальных давайте сохранимся обновимся вот шапка у нас уже 1000 и это можно наглядно видеть сейчас на этом блоке перейдем опять сайт макет например я сделаю 600 и вы видите у нас и легко все быстро меняется я возвращаю назад 1700 также подвергся серьезным изменениям и медиа менеджер давайте посмотрим теперь есть контекстное меню например у наших файлов правой кнопкой мыши кликаем на файл и появляется контекстное меню где мы можем проделать различные операции это очень очень удобно также вы можете любые теперь расширение добавлять на странице grid box если мы с вами перейдем компоненты grid box здесь на вкладку опции опции и вот здесь вот основные если какой-то формат здесь не указан хотя здесь все основные указаны да например вот я не вижу здесь zip архива то есть через запятую здесь поставить запятую написать zip расширение zip значит этот файл будет доступен и вы сможете загружать его в медиа менеджер grid box следующее нововведение например кнопка если зайдем в настройки в прошлом обновлении у нас появилась возможность link picker до для быстрого подключения к внутренней странице данной кнопки теперь нас появился файл пикер кликаем по иконочке и любой файл подвязываем к данной кнопки нажимаем плюс далее тип если оставляем по умолчанию кликнем по кнопке то у нас не скачивается изображение открывается в новой вкладке и если нам нужно чтобы изображение сразу скачивалась то в кнопке мы тип ставим скачать обновляем страницу сайта клику на кнопку и вы видите вот внизу скачивается изображение далее появилась новая возможность создавать страницы администратору с фронтальной части сайта появился новый пункт меню grid box давайте рассмотрим переходим в админку нашего сайта переходим меню my menu например я воспользуюсь менюшкой блок 1 заходим тип пункта меню выбираем grid box и вот она наверху появилась новая возможность создавать страницы с фронтальной часть сайта кликаем приложение выбираю страницы сохранить идем на сайт обновляем страницу блок 1 у меня теперь должна создавать новые страницы кликаю и появляется всплывающее окно точно такое же как раньше мы создавали страницы с админской части сайта и вписывая заголовок выбираю шаблон нажимаю далее следующее обновление касается приложение блок теперь у нас есть полноценный редактор заголовка именно категории блога то есть если мы зайдем в режим редактирования далее мы создадим колонку одну колонку она у нас располагается внизу мы ее перетаскиваем на самый верх вот наш категория title зажимаем левую кнопку мыши зеленую шестереночку перетаскиваем в данную колоночку заходим в настройки ну и здесь уже просто настраиваем так как нам нужно например если надо задать изображение макет классический обложка если выбираю обложка текст помещается вы видите по центру изображения дизайн выставляем заголовок по центру описание тоже можно выставить по центру заголовок сделаю светлым так как его не видно сейчас вы это видите да ну здесь уже обычные настройки как бы знакомые вам скорее всего вы уже здесь все без меня настраиваете да таким образом вы сможете настроить заголовок самой ветки категории так как вам хочется и вот у нас сал машины до размещено именно уже на изображении на дефолтном изображении вот такого типа следующее новшество в режиме редактирования блога переходим в зеленую шестереночку теперь есть возможность скрыть например дата категория и просмотры да ну и другие параметры вы видите я снимаю галочку да и вот здесь у нас снимается например категория вот категория не стала видно и так далее также появился новый плагин grid box system новый плагин grid box system позволяет не выбирать шаблон grid box в качестве шаблона джума по умолчанию системы плагин grid box должен быть включен то есть я обновил систему он у меня по умолчанию включился вот вы видите галочка напротив это все обновления на сегодня более детально вы сможете ознакомиться на странице разработчика grid box здесь также указано что было исправлено на этом данный обзор подходит концу если для вас видео было интересно и полезно поддержите меня лайком и подпиской на канал также подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка будет в описании под этим видео и если вы впервые смотрите это видео и впервые видите компонент grid box и он вас заинтересовал и вы хотите создать для себя потрясающий профессиональный лендинг пэдж то я предлагаю вам ознакомиться с моим обучающим видеокурсом для начинающих ссылка на презентацию страницы будет в описании под этим видео на этом здесь все и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главные примечания хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к мс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь а